И сейчас я вместе с вами установлю 4 кошелька на разные блокчейны, на разные сети. Для того, чтобы вы разобрались, как это делать, пошаговая у вас была эта инструкция. Официально выбрала 4 кошелька на разных блокчейнах, для того, чтобы вы могли увидеть наглядную пошаговую инструкцию. И сегодня мне еще понадобится вот листочек и ручка. Сейчас вы знаете для чего. Ну что, погнали. Первый кошелек, который мы установим, будет Trust Wallet. С помощью Trust Wallet вы можете взаимодействовать с миллионами разных приложений, дапсов в App3. Также свапать токены, играть в игры, зарабатывать награды, видеть свои NFT-шки и так далее. Перед установкой вы можете ознакомиться с разными техническими характеристиками кошелька, с фичами, то есть функциями данного кошелька, просто просмотрев информацию на сайте. Данный кошелек еще удобен тем, что вы можете устанавливать его не только в браузер, а и в мобильный телефон. И можете использовать его под рукой в любое время, не обязательно носить с собой компьютер для этого. Более 58 миллионов человек уже доверяют Trust Wallet и скачало данное приложение. Вы можете сделать это на Google Chrome, на Brave, на Opera и на Edge. Я буду использовать Brave, поскольку он достаточно удобный, плюс у него есть возможность шифрования информации, исходящей через сеть Tor. Если опустимся ниже, мы можем видеть партнеров, которые взаимодействуют с данным приложением. Это SushiSwap, Galaxy, здесь есть разные также свопалки типа EpiSwap, есть проекты Titan Arena. Скачать можно данный кошелек в App Store, в Google Play, на Android и Chrome Web Store. И также внизу вы найдете ссылки на соцсети, на Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Reddit, GitHub и так далее. Помимо этого, можно еще порыться под вот этим всем разделом, где есть комьюнити, хелп-центр, ответы на самые популярные вопросы, пресс-кит, условия конфиденциальности, приват-полиси. Вы можете прочесть про NFT-шки, также посмотреть, с какими активами внутри кошелька вы можете взаимодействовать. К примеру, Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Polkadot, Smart Chain, Dash, Tron, Tezos, Cosmos, TaylorCover и другие. Для того, чтобы установить, нажимаем кнопочку Get Trust Wallet и, соответственно, нас перекидывают на интернет-магазин Chrome. Поскольку Brave использует интернет-магазин Chrome, не пугайтесь и не путайтесь, все мы правильно делаем. Когда вы нажимаете установить, то есть скачать приложение, у вас здесь есть количество пользователей, которые скачали данное приложение. Здесь можно увидеть более 100 тысяч пользователей. Бывает такое, что вы пытаетесь на фишинговую ссылку и вот здесь пользователях может быть 20 человек, 30 человек. Вам сразу нужно понять, что, ага, вы не пришли в официальное приложение, соответственно, вы можете сейчас установить какой-то фишинговый кошелек. Ну, отзывы вот здесь 396 не так-то много, главное обращать внимание на пользователей. Еще раз, если тут очень маленькое количество, ни в коем случае не устанавливайте себе этот кошелек. Значит, что-то вы делаете не так. Нажимаем кнопочку «Установить», нажимаем «Add extension», это значит, что мы разрешаем добавить приложение в наш браузер. Ждем, появляется вот такой файлик, который скачивается на наш компьютер. И мы видим уведомление, что «Ruswallet has been added to Brave». Это значит, что «Ruswallet был добавлен к нашему браузеру Brave». И вот здесь он появился сверху. Для того, чтобы он высвечивался здесь всегда, нам нужно зайти вот здесь вот во вкладочку «Extensions», то есть приложение, и поставить напротив нашего кошелька «Закреп». Все, соответственно, теперь у нас «Ruswallet» всегда вот здесь будет в виде иконки. И также мы можем сразу же его удалить, если мы вдруг ошибочно его установили. Теперь переходим в само приложение. И у нас есть две функции, как и в MetaMask. Создать новый кошелек, либо же импортировать и восстановить с помощью seed фразы. Здесь она называется «Secret фраз», либо же еще может называться «Мневмоническая фраза». Но мы будем установить новый кошелек, поэтому нажимаем плюсик «Создать новый кошелек». Дальше у нас также, как и MetaMask, предлагает помочь улучшить Trust Wallet и давать разрешение на самые необходимые данные, считывание наших данных. Я нажму обязательно «Нет, спасибо», поскольку я не хочу, чтобы собирали хоть какие-то мои данные. Дальше вбиваю пароль, он должен быть 8 и более символов, и не менее одной заглавной буквы, и минимум одна цифра. Это сделано для безопасности. И еще дополнительно должен быть спецсимвол. Спецсимвол – это знак вопроса, знак восклицания, душка или что-либо такое. Собачку можно вставить, в принципе, все что угодно. Так, далее ставим галочку «Соглашаемся со всеми условиями», нажимаем «Продолжить». Далее нам нужно записать в надежное место на листочек нашу seed фразу. Нажимаем «Начать». После чего он нас предупреждает, что мы сейчас на экране видим seed фразу, и она поможет нам восстановить наш кошелек, если вдруг мы потеряем доступ к устройству. Нажимаем «Окей», и, соответственно, видим нашу seed фразу. Важно, я сейчас буду записывать ее вот сюда, на листе бумаги, для того, чтобы показать вам, как правильно это делать. Дальше, все остальные seed фразы я буду вбивать в блокнот, но так делать нет, нельзя, ни в коем случае, поскольку блокнот копируется в iCloud, и, соответственно, это облачное хранение, о котором я говорила, что ни в коем случае нельзя, не одну seed фразу, добавлять в облачное хранение. Это либо же фоткать, либо же добавлять заметки, либо же вообще отправлять эту seed фразу где-то в мессенджеры, даже если в сохраненные какие-то закладки между собой, ни в коем случае делать это нельзя. Самый верный способ вот здесь, на бумажке, поэтому первый раз я проделываю это все правильно, чтобы показать вам, чтобы вы не взяли за пример копирование в блокнот. Следующее. Переписали нашу seed фразу, и сейчас будем ее вводить. Хотела еще сказать, важно, что seed фраза состоит, к примеру, это с 12 слов, и здесь английские слова, то есть здесь не просто хаотичные буквы, здесь слова, к примеру, daughter, то есть дочь, здесь есть еще устрица у меня, oysters, то есть это набор хаотичных слов, это не предложение, это просто набор хаотичных слов, а не просто буквы. Может быть, просто кто-то считает, кто-то не знаком с английским, что это просто набор букв хаотичных. Нет, это хаотичный набор английских слов. То есть теоретически, если вы знаете английский, вы можете и просто запомнить этих 12 слов. Но есть риск, что вы забудете, и, соответственно, доступ потеряется, поэтому в любом случае лучше еще надежненько где-то ее сохранить. Нажимаем ОК, продолжить, и, соответственно, вбиваем в нужном порядке эти слова. Именно в нужном порядке. Повторюсь, я показываю эту сит-фразу, потому что я не буду использовать эти кошельки. После съемки видео я их удалю и больше никогда к ним не вернусь. Кстати, если вы вдруг указали не то слово, не в том порядке, вы можете нажать на крестик, удалить его и после этого указать правильно. Все, вбиваем, нажимаем Далее. И дальше у нас есть такая галочка, которая автоматом стоит, что TrustWallet установит качество кошелька по умолчанию. Что это значит? Что когда вы заходите на любой сайт, вас просит законнектить сразу TrustWallet. То есть он у вас становится Main, то есть главным кошельком. Здесь эту галочку я никогда не ставлю, поскольку я использую чаще всего MetaMask. И мне больше всего нужен MetaMask для подключения к любым платформам. Поэтому если я поставлю галочку и нажму открыть кошелек, то, соответственно, будет коннектить тогда TrustWallet. Если вы используете TrustWallet чаще всего, то можете эту галочку оставить. Здесь у нас есть информация, что все токены в одном месте. Я готова использовать TrustWallet. Все. Мы попадаем в кошелек. Здесь у нас есть активы. На них все по нулям, поскольку мы только его установили. Две вкладки «Отправить», «Получить». Я не буду сейчас проходить по всему функционалу, поскольку есть отдельное видео, которое, еще раз повторюсь, вы обязательно просмотрите. Быстро полегусь по вкладкам. Кошелек с нашими активами. Здесь будет отображаться полный баланс. Есть история, где будет отображаться список наших транзакций, которые были осуществлены. Настройки, где можно настроить сеть. Язык, например, поменять на английский. Опять же, если хотим по умолчанию, можем двинуть ползунок вправо. Если хотим поделиться аналитикой продукта, что не советую делать, тоже можем подвинуть вправо. И если нам нужна наша сид-фраза, мы нажимаем «Показать», вводим пароль и, соответственно, покажется на экране наша сид-фраза. Помощь и также «Заблокировать». Если мы нажмем кнопочку «Заблокировать», то, соответственно, мы не можем войти в наш кошелек. Нам нужно будет еще раз вбивать пароль. Не сид-фразу, а только пароль. Вводим наш пароль и опять открывается наш кошелек. Все. Все достаточно просто. Сверху, когда мы нажимаем, мы можем управлять токенами, добавить токены, которых здесь нету, которые не отображаются, либо же убрать, которые нам не нужны. Вернемся, и у нас исчез «Аваланч» и «Поликон». Для того, чтобы увидеть адрес кошелька, он у нас типично не отображается сверху, как это отображается в метамаске. Нам необходимо зайти на нужную нам сеть, либо же нажать «Получить». Выбираем сеть. Например, мы хотим получить на ЕЖС-20. И, соответственно, мы видим адрес нашего кошелька. В конце ИБ. Давайте скопирую его сразу сюда. В чем особенность? Номер, адрес. Метамаска не меняется. То есть публичный адрес, который вы отправляете для получения средств. В Trust Wallet немного другая история. У нас один и тот же адрес используется в сети эфира, Binance Smart Chain, Аваланча, на полигоне и на ТВТ Smart Chain. Вот если мы зайдем на каждую, мы опять видим один и тот же номер кошелька. 68 C и B. 68 C и B. Binance Smart Chain также. Аваланч тоже самое. Но, если мы зайдем на блокчейн Solana, то номер кошелька у нас меняется. Почему? Потому что блокчейн Solana – это другое осветление. И здесь нужен индивидуальный номер. То есть мы не можем использовать тот же, который мы используем для всех остальных сетей. Поэтому мы можем еще отдельно записать на Trust Wallet адрес Solana. Почему? Метамаски не меняются. Потому что в метамаске попросту у нас нет доступа к блокчейну Solana. То есть у нас нет сети Solana. Мы его в метамаски не можем добавить. Если мы хотим использовать Solana, мы пользуемся кошельком. Либо же Trust Wallet, либо же Phantom, который мы будем качать следующим. Все. Думаю, с этим разобрались. Поэтому здесь нет отображения сверху адреса. Чтобы вы случайно не отправили на этот адрес на блокчейне Solana. Потому что если вы возьмете актив, токен, который используется на блокчейне Solana, и отправите его на вот этот адрес, который у нас активен на всех других сетях, кроме Solana, то, соответственно, вы потеряете ваши деньги. Они не доставятся. Для блокчейна Solana у нас отдельный адрес. Вот здесь мы его скопировали и указали, чтобы не ошибиться. Следующий кошелек, который мы будем устанавливать, называется Phantom. Он работает на блокчейне Solana. Мы можем установить его на Chrome, Bray, Firefox и на браузер Edge. Также скачать в App Store или в Google Play. В вкладочке Overview мы можем увидеть функции кошелька и что мы можем с ним делать. Это прекрасный дом для ваших NFT-шек. Вы можете зарабатывать Solana с помощью нескольких кликов, делать быстрые свопы и так далее. Кошелек этот относится к некостодиальным. Может поддерживать Ledger. MetaMask также может подключать Trezor либо же Ledger. Есть биометрическая аутентификация. То есть вы можете сканировать с помощью айфона свое лицо и, соответственно, не вбивая пароль, открывать кошелек. Далее можно прочитать про команду, кто создатель, кто работает, инвесторы в данный кошелек Solana и Anders & Horowitz. То есть это два венчурных фонда, которые вливали инвестиции в создание кошелька Phantom. Для того, чтобы установить, нажимаем кнопочку Download. Следующее, что мы видим, у нас открывается вкладка, где у нас более 2 миллионов пользователей уже скачало данное приложение. Значит, мы попали куда нужно, не на фишинговый сайт, не на фишинговую страницу. И далее нажимаем кнопочку Установить. Нажимаем Add Extension и ждем, пока скачается наш кошелек. Добавился он в браузер. Соответственно, опять нажимаем на Extension, запиниваем его. И теперь у нас здесь два кошелька, две иконки. Trust Wallet и Phantom. Нажимаем Создать новый кошелек. У нас есть также функция Использовать код для доступа к бета-версии. Но мы будем создавать новый кошелек, придумываем пароль. Принимаем условия, нажимаем кнопочку Продолжить. Дальше у нас высечивается seed фраза. Если мы выбираем курсор, то она сразу закрывается. Когда наводим курсор, она открывается. Если в Trust Wallet мы могли скопировать всю seed фразу в буфер обмена, для того, чтобы удобно ее потом куда-то перенести, то здесь возможности скопировать нету. Всю seed фразу можно копировать по одному услову. Это сделано для того, чтобы вы переписывали реально на листочек это все, а не копировали куда-то в блокнот. Я сейчас скопирую только для удобства, потому что переписывать это будет очень долго мне каждую сейчас seed фразу на листочку. Поэтому еще раз повторю, не повторяйте за мной, это я делаю просто для удобства. Сохранили нашу seed фразу, нажимаем кнопочку Я Сохранила и Продолжить. Дальше у нас есть горячие клавиши. Option, Shift, плюс P мы можем использовать для того, чтобы открыть фантом в любой момент. Нажимаем Продолжить. Все готово. Можем еще проверить Twitter или посетить справочный центр. Нам это не нужно. Нажимаем кнопочку Закончить. И соответственно все, мы можем попасть в наш кошелек фантома и дальше делать нам свопы необходимые, либо же взаимодействие с дабсами, либо же за нефтишками. Особенность фантома, то что нам не нужно дублировать seed фразу, нам просто нужно ее сохранить, но нам не нужно ее продублировать, прописать в нужном порядке. Просто мы ее сохранили, указали, что да, мы ее сохранили и все. Не нужно будет еще раз ее вписывать, так как мы делали, например, с MetaMask и с Trust Wallet. Дальше у нас есть возможность внести, то есть пополнить, купить, либо же отправить криптовалюту. А здесь у нас в вкладочке будут наши NFT отображаться, когда мы купим NFT. В стрелочках у нас есть возможность обменять внутри кошелька, то есть сделать своп внутри кошелька, не используя DEX. То есть мы можем Солана обменять на USDT и, соответственно, заплатить за это какую-то комиссию. И в молнии мы найдем историю наших транзакций, то есть наши недавние действия. Здесь есть управление списка токеном, где мы можем добавить любой токен. Вручную у нас написать название, адрес Минта и символ. Когда вы посмотрите обзор кошелька Фантома, вы увидите, как добавлять здесь токены, как им управлять и так далее. Для того, чтобы увидеть адрес вашего кошелька, вы нажимаете слева на иконку V1. И, соответственно, у вас отображается адрес кошелька, который вы можете зайти и скопировать. Также мы можем поменять имя аккаунта в любом кошельке. Мы можем написать любое имя, которое нам удобно. Это можно сделать как в Фантоме, так в Трастволите, в Пантеме, в Тронлинке, в Метамаске. Абсолютно все равно вести есть функция смены имени. Можем экспортировать приватный ключ и показать секретную фразу. Фразу. Все в принципе так же, как и в других кошельках. Здесь у нас есть еще дополнительные настройки, безопасная конфиденциальность, язык можем сменить, адресную книгу, где мы можем добавить избранные адреса, на которые чаще всего мы отправляем криптоактивы. И почитать более подробно о Фантоме. С этим кошельком разобрались, идем к следующему. Следующий кошелек, который мы будем устанавливать, TronLink. Переходим на кошелек TronLink. Дальше мы можем скачать его на Android с помощью Google Play, Android APK, на iOS App Store, на браузер экстеншн, Chrome, либо же Firefox, либо же сканировать QR-код для установки. Мы будем устанавливать на Brave, поэтому нажимаем Chrome. Далее нас перекидывает на интернет-магазин Chrome. Еще раз повторюсь, если мы скачиваем на Brave, то, соответственно, мы всегда попадаем на интернет-магазин Chrome. Видим 400 тысяч пользователей, значит, мы зашли на нужную ссылку и, соответственно, нажимаем кнопочку «Установить». Давайте еще пробежимся быстренько по сайту. Здесь у нас есть описание функций, какие фишки есть у Tron. Мы также можем перейти на Twitter и отслеживать все важные новости по данному кошельку в Twitter. Можете просто подписаться, чтобы видеть, что происходит, что нового добавили в данный кошелек. Нажимаем «Установить», добавляем экстеншн. Видим уведомление, что TronLink добавил в Brave. Заходим в экстеншн, запинем его. Соответственно, нажмем на булавку, чтобы теперь у нас отображался еще и TronLink. И нажимаем на него. Здесь сверху мы сразу можем выбрать язык, английский, поскольку нет русскоязычной версии данного кошелька. И можем либо же создать кошелек, либо же импортировать. Нажимаем «Create new wallet». Соглашаемся с условиями. Нам нужно пролистать самый низ. Вот здесь даже написано «Scroll down to read all the terms first». То есть сначала нужно все типа прочитать, пролистать. После чего только кнопка становится активной, что «I agree, no more reminders». Я соглашаюсь. Дальше. Сразу мы можем указать необходимое имя. Password, то есть пароль. Здесь для еще большей сложности нам нужно указать как большую букву, так и одну маленькую. Хотя бы по одной. Повторяем пароль и нажимаем «Create wallet». Дальше у нас создан наш TronLink. И нажимаем «Backup wallet». Еще раз вводим пароль и нажимаем «Confirm». Дальше нам необходимо записать нашу мнемоническую фразу. Вот, кстати, видите, в каждом кошельке свое название. Или пишут secret phrase, либо же пишут seed phrase, либо же могут подписать мнемоник фраз. Это все об одном и том же. Это seed фраза, о которой мы говорим. Здесь важное уведомление, что смотрите, чтобы за вами никто не наблюдал, что нельзя делать скриншоты, поскольку они могут быть использованы хакером и для взлома вашего кошелька. Нажимаем «Посмотреть нашу seed фразу» и, соответственно, в TronLink мы сможем ее всю скопировать. Нажимаем на кнопочку «Copy». Но, еще раз повторюсь, нам нужно переписывать это все вручную. Либо же мы можем использовать QR-код. Я для удобства просто ее скопирую сейчас. Нажимаем, что мы записали ее. Здесь у нас для того, чтобы повторить seed фразу в TronLink, ну, уже интерактивнее задания пошли, поскольку нужно не просто их в нужном порядке скопировать. А вот здесь, например, выделена пятерочка жирным, и, значит, нам нужно сейчас нажать, какая у нас идет пятая фраза. Соответственно, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пятое слово у нас «Mother», соответственно, нажимаем на него и нажимаем «Next». И вот так по очереди у нас сейчас все 12 слов, мы будем отгадывать. Восьмое слово, какое у нас? Шесть, семь, восемь, «Work», нажимаем «Next». Седьмое – «Spike». Все, три слова. Всего лишь нам надо было подтвердить в рандомном порядке для того, чтобы мы подтвердили, что мы ее записали. То есть система поняла, что действительно мы знаем, в каком порядке записаны слова. Все, теперь мы можем использовать данный кошелек. Автоматом у нас уже тут есть токены TRX, поскольку это токены, которые используются как топливо на данном кошельке и при взаимодействии с блокчейна TRC20. Здесь мы можем «Отправить», «Получить», здесь можно даже «Голосовать». Далее мы можем свопать, нас перекидывает на SunSwap, соответственно, здесь мы можем использовать данную свопалку для обмена криптоактивов на блокчейне TRC20. И также мы можем стейкать наши криптоактивы, нажав на кнопочку «Stake», нас перекидывает на Tronscan, это обозреватель блоков. Об этом мы поговорим в следующих уроках, об обозревателе блоков и сетей. Сейчас не будем на этом останавливаться. Адрес нашего кошелька указывается сразу сверху в полном объеме. Мы можем копировать его и отправлять другим людям для того, чтобы получать токены на TRC20, либо же монетку TRX. Сразу мы подключены к TronMyNet, также здесь есть два тестнета, но нам они ни в коем случае на данный момент не нужны. Мы можем добавлять здесь кошельки, использовать DApps, децентрализированные приложения внутри, закрыть кошелек, lock, это значит, нам нужно еще раз будет вводить пароль, чтобы зайти внутрь. Refresh – это обновить, если мы ждем получения каких-то токенов, и настройки, где мы можем настроить все под себя. Также мы можем подключить здесь Ledger, сменить язык. Но, как я и говорила в начале, здесь нет русского языка, поэтому китайский, корейский или японский, даже не знаю, и английский. Поэтому лучший вариант для вас все равно английский. Выбрать валюту, в которой будет отображаться эквивалент, в нашем случае USD, то есть в долларе. Добавить whitelist, то есть те адреса, на которые мы чаще всего отправляем. Ну и настроить весь кошелек, в принципе, под себя. Если мы воспользуемся вкладочкой DApp, то нас перекинет на две вкладки – популярные, либо же последние, добавленные DApps. И здесь есть SunSwap, это свопалка, на которую мы уже переходили. Ape NFT, BTTC. Ну, мы здесь ничего-то не используем, это больше для того, чтобы понимать, что есть здесь децентрализованные приложения, которые построены на данном блокчейне. Если мы нажмем на этих три полоски, мы можем сменить имя аккаунту, экспортировать аккаунт, удалить аккаунт, либо же нажать на Manage Connections. И, соответственно, у нас здесь будут отображаться веб-сайты, к которым мы подключились, мы можем их отключить. Все это вы также будете просматривать еще в инструкциях на YouTube, там, где описаны все эти вкладки еще более подробно. Переходим к следующему кошельку, он последний, который мы скачаем в данном видео, и он будет называться PONTEM. Давайте скачаем один из самых популярных кошельков, которые работают на блокчейне Aptos. Для этого переходим на сайт PONTEM Network. Здесь мы уже пробегались по этому сайту, видели бейкеров, то есть тех, кто вложился в данный кошелек. И для того, чтобы скачать, нажимаем PONTEM Wallet. Здесь еще есть вкладочка Liquid Swap, где мы можем обменивать наши токены, то есть это DEX, который разработан также командой кошелька PONTEM. Соответственно, если мы хотим обменять что-то, то мы можем зайти на Liquid Swap и сделать обмен нашей криптоактивы. Но сейчас мы будем заниматься установкой кошелька PONTEM Wallet, соответственно, на него и нажимаем. Перекидывает в интернет-магазин более 100 тысяч скачиваний, нажимаем установить. Добавляем, все по классике, ждем, пинем. Все, и вот наши четыре кошелька, которые мы установили. Trust Wallet, Phantom, Tron Link и PONTEM. Дальше нажимаем Create New Wallet, придумываем фразу, нажимаем согласиться с условиями и нажимаем кнопочку Create. Кошелек создан, можем сразу подключиться к Дискорду, перейти на Твиттер, либо же попробовать Liquid Swap. Мы уже на него заходили. DEX на Aptos, поэтому нажимаем Finish. У нас отображаются сразу токены Aptos, поскольку комиссия у нас будет сжигаться именно в этих токенах. Что такое газ, мы уже с вами общались в предыдущих уроках, поэтому вы уже должны прекрасно понимать, для чего нам использовать те, либо же иные монетки, которые мы будем сжигать, когда делаем ту или иную транзакцию. При установке данного кошелька нам изначально не нужно записывать сеть фразу. То есть вы видите, мы зашли в кошелек и не нужно было повторять записывать сеть фразу, но вот здесь есть важное упоминание, что please confirm naming. То есть это значит, что, пожалуйста, подтвердите вашу мнемоническую фразу, запишите ее куда-то. Нужно нажать Resolve, и, соответственно, у нас отображается наша фраза, которую мы должны переписать. Нажать, что мы ее сохранили, нажать Continuum, и, соответственно, вставить пропуски вот здесь вот в те пустые поля необходимые слова. У нас нет четвертого слова, это Rhythm, четвертое слово Rhythm, соответственно, нажимаем на него. Шестое слово у нас Blind, тыкаем на Blind. И одиннадцатое слово, предпоследнее Quiet. Нажимаем, все, подтверждаем, все мы подтвердили. Теперь можем использовать спокойно кошелек в своих целях. Адрес указан сверху, можем его скопировать и сохранить, либо же указать отправителю для того, чтобы нам прислали какие-то монетки или токены на блокчейн Аптус. Здесь интерфейс у нас достаточно похож на MetaMask. Все так же просто, мы можем сделать обмен, swap. Нас перекинет Liquid Swap, где мы сразу можем обменять, к примеру, Аптус на USDC. Либо же выбрать необходимую нам монетку USDT, в рапнутый эфир, кейк и так далее. Либо же отправить наши токены. Для этого указываем адрес получателя, либо же добавить его в контакты, чтобы нам было удобно. Ниже мы можем импортировать наши монетки, которые мы будем использовать. Если нажмем на троеточие, то есть по сути вообще интерфейс очень похож на MetaMask, мы можем посмотреть на Аптус Explorer, можем посмотреть детали аккаунта, можем посмотреть, каким сайтом мы подключены для того, чтобы отключиться. К примеру, давайте на примере зайдем на Liquid Swap, подключим свой кошелек, нажмем для этого Connect Wallet, выбираем Onten, Confirm. Все, наш кошелек здесь подключился. Если мы зайдем внутрь кошелька, во вкладочке Connected Sited мы увидим Liquid Swap. Соответственно, нажимаем на корзину и все, мы отключили от Liquid Swap наш кошелек. Возвращаемся обратно и опять у нас горит кнопочка Connect Wallet, то есть подключить. Подытожим. Мы установили 4 кошелька, сохранили все сетфразы, указали адреса этих кошельков, разобрались, как нам повторять сетфразу, ну и сделали еще большое количество разных действий. Теперь пошагово, у вас не составит труда установить тот или иной кошелек на том или ином блокчейне. Мы взаимодействовали с блокчейном Aptos, с блокчейном Solana, с блокчейнами Solana на Trust Wallet и также с блокчейнами Binance Smart Chain, Ethereum и так далее. И также взаимодействовали еще с одним блокчейном TRC-20.